Названа главная опасность для России. Кто виноват в вымирании? Названа главная опасность для России. Кто виноват в вымирании? 8 часов 3 декабря 2019 года РИА Новости Владимир Остапкович Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве РИА Новости Владимир Остапкович Виктор Мараховский Все материалы Тревожные новости В этом году рождаемость сокращалась четвертый год подряд, отставая от смертности Во многих регионах достигнут антирекорд Как будет остановлено вымирание не вполне понятно Точка если вы уже набрали в грудь воздуха, чтобы заклемить эту власть, ограбившую народ и заставляющую его вымирать, не торопитесь Новость из США А еще из Южной Кореи А еще из Японии А еще из Австралии А еще из всей без исключения Европы А еще из Китая, Бразилии и даже Прозвучит удивительно Но факт, из многих процветающих мусульманских стран Ну, из России тоже Конечно У нас также четвертый год подряд сокращения рождаемости И председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях констатировала Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна Падение рождаемости Угроза ощутимого сокращения численности населения России Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность 25 июня 12.29 акценты бомбостарения Ждать ли краха современной цивилизации? Людей старше 65 лет на Земле стало больше, чем детей в возрасте до 5 лет Этот демографический перекос настоящая бомбостарение, которая может взорвать привычный миропорядок Действительно ли человечество переступило черту и вымирает, разбирается радио Спотник Точка что тут важно понять Как бы ни подмывало по-быстрому обвинить в сокращении населения России власти Собственно, профессиональные обвинители так и делают Упоенно сарказмируя по поводу крошечных и недостаточных пособий и льгот многодетным Реальность не согласна Реальность говорит нам о том, что демографический кризис становится глобальным Несмотря на объективные цифры о росте мирового населения и попсевые вопли о том, что людей становится слишком много На самом деле коэффициент рождаемости Total fertility rate Падает в совершенно разных странах с разным укладом, разным уровнем жизни, разным государственным строем и разными религиями Население уже сокращается или готовится сокращаться в таких разных странах Как богатые и объединенные Арабские Эмираты и бедная Украина Свободная и процветающая Швейцария и несвободный бедноватый Айран Социально ориентированная Северная Финляндия и веселая латиноамериканская Бразилия Где о соцгарантиях представления смутные Набожная Польша и атеистическая Чехия Магическую цифру в 2,1 ребенка на женщину Которая является уровнем воспроизводства населения Только что перешагнула вниз нищая мусульманская Бангладеша До того богатая протестантская Исландия Вслед за преуспевающей католической Ирландией Более того, грядущее, не сейчас, не завтра, а во второй половине века Сокращение населения уже пугает Индию Где, по нашим представлениям, все сидят друг на друге и производят по паре тройки детишек в неделю просто от скуки Нет, повторимся, чисто арифметически население мира продолжает расти Но происходит это по двум причинам Первое, эффект сокращения рождаемости всегда оттянут на поколение полтора В начале 21 века он еще более сглаживается резким увеличением продолжительности жизни Еще долгие годы после того, как коэффициент рождаемости падает ниже 2,1 ребенка на женщину Население арифметически растет, потому что старшие поколения живут долго Поэтому в Китае, где уже в открытую говорят о демографическом кризисе По-прежнему формально увеличивается число китайцев А в России кое-кто все еще верит, что они плодятся как кролики и поэтому непременно захватят Сибирь 18 июня, 17.58 сказано в эфире к нам идет Социолог оценил прогноз ООН о населении России Эти эксперты ООН представили несколько вариантов прогноза по численности населения России к 2080 году Эти варианты прокомментировал в эфире радио «Спотник» социолог Сергей Мисоедов Но фокус в том, что в Африке сокращение рождаемости тоже происходит С учетом недавнего старта тенденции пока медленно В сумме население все еще дает головокружительные цифры прироста Тем не менее, к концу века демографический кризис почти гарантированно накроет и Черный континент И к началу следующего века мы, человечество, рискуем подойти все еще многочисленным Но, во-первых, уже пожилым, процент пенсионеров в населении будет зашкаливающим А во-вторых, скорее всего, уже вымирающим То есть смертность на планете будет превышать рождаемость Точка Ну и теперь вопрос, кто виноват? Вариантов ответа 2 Первый, виновата правительство любое Путин, Лукашенко, Трамп, Султан Брунея, Эмир Абудаби, премьер Исландии и премьер Венгрии Виктор Арбан Который уже два года пытается поднять рождаемость венгров всеми возможными льготами, но пока без толку Второй, виноваты мы, земляне Это мы с вами поголовно, нация за нацией Переходим от идеи, что много детей это круто и успех К идее, что много детей это наоборот В итоге развитых странах остаются только островки консерваторов, по-прежнему считающих, что их задача плодиться, размножаться и наполнять землю Эти островки довольно замкнутые параллельные миры, вроде американских амишей, израильских евреев-ультраортодоксов и некоторых отечественных сект Со стороны эти островки выглядят не очень презентабельно, там нет ни великих ученых, ни поп-звезд, ни других объектов всеобщего восхищения Многие из них даже не в ладах с техникой и принципиально не пользуются смартфонами, то есть не смогут даже прочесть эту статью и написать к ней ругательный комментарий И автор пытается убедить, что это государство не виновата, и оправдать нищенское существование российских семей Условные амиши не смогут это написать Но парадоксальным образом на длительной дистанции, если только остальное человечество не придумает для себя мотивации воспитывать детей, именно им достанется наша планета 21 августа, 15.34 акценты Спасение россиян от вымирания в многодетных семьях дорого и некогда Россия может оказаться в новой демографической яме По данным Росстата, рождаемость за полгода выросла только в двух регионах страны Москве и Карачаево-Черкесии